Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Отгремели все зимние праздники. Мы отпраздновали праздник Богоявления, праздник Крещения Господне. Но мы вот еще задолго до Рождества проговорили в нашей студии, в наших передачах очень интересную и важную вещь. Мы никогда так не рассматривали праздник Рождества. Ну просто как-то это уходило из поля нашего внимания, что вообще-то что-то само вот это вот событие обретения Богом плоти, да причем прохождение абсолютно всех этапов обретения этой плоти посредством вынашивания внутриутробного, рождения, взросления, нам пытается вообще-то тоже что-то донести и сказать. И мы говорили о том, что через воплощение, через обретение плоти вообще-то Господь обретает глаза, которыми он видит, уши, которыми он слышит, руки, которыми он может уже трогать, сердце, которым он чувствует, мозг, которым он что-то осознает и понимает. Имя, имя человек обретает через рождение, по которому мы можем позвать его, окликнуть. До этого имя божественное было сакральное, и обратиться к нему можно было только посредством конкретных функций. Вседержитель, Всевышний, а тут конкретный Иисус рождается. И вот эта тема так глубоко, по крайней мере, меня, как ведущего передачи ранило, затронуло, я вот ее осмысляю уже на протяжении нескольких месяцев даже получается, что мы в прошлый понедельник решили поговорить о психологии детства, о нейропсихологии детства, с специалистом в этой сфере, с кандидатом психологических наук, с руководителем центра детской нейропсихологии Тамары Анатольевны Фирсовой. Тамара Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, конечно же, уже зрители просто наши постоянные, которые регулярно смотрят нашу передачу, они знают, что я эгоист, диктатор и тиран в нашей передаче. Я приглашаю гостей, которые мне нужны, мне важны, мне интересны, и темы, которые бы мне хотелось для себя самого, в первую очередь, прояснить, а потом оказывается, что не только я этими темами волнуюсь. Тема родительства. Мы договорились, ну, опять же, в контексте праздника Рождества, вот рождается младенец, и все вокруг этих яслей, глядя на этого младенца, ставят определенную ставку. Я не помню, у кого-то из рок-певцов, по-моему, а, это Борис Гребенщиков, группа «Аквариум», у него есть замечательная песня «Мальчик», и в этой песне есть строчка. Все смотрят и делают ставки, когда он упадет, здесь или там, ну, что-то такое. То есть, вот, действительно, мы смотрим на младенца, и у нас есть ставки, у нас есть ожидания, у нас есть какие-то внутренние установки, которые мы хотим вложить в этого ребенка. Вообще, мы как-то долгое время, и сейчас многие в этом исповедуются на исповеди, что ребенка воспринимают как мешок, в который надо все сложить. Твой опыт бесценен, у него опыта нет никакого. Сейчас мы туда напихаем паровозиком, пустим все эти родительские установки, и он вырастет такой же, как я, такой же прекрасный, красивый, умный, замечательный. Смотрю на себя в зеркало, любуюсь, и хочу, чтобы сын или дочь были такими же. Давайте поговорим о родительских установках. И вообще, первое, с чего хочется начать, что это вообще такое? Совершенно верно, вы уже даже ответили на свой вопрос. То есть, когда мы смотрим на ребенка, ну, конкретно мы говорим про детей, мы чего-то ожидаем. Ну, это бессознательно даже. И вот эти установки, они даже бессознательные, они идут из нашего детства. И понятное дело, что это, сейчас бы, как сказали семейные психологи, это семейный сценарий. Но при этом, когда мама и папа, да, там, будучи еще мужчиной и женщиной, встречаются в паре, естественно, у каждого из них свой семейный сценарий. И вот даже от этого уже идет какое-то ожидание, да, как у папы, так и у мамы относительно своего ребенка. А когда они уже пожили вместе, когда они попытались каким-то образом соотнести свои ожидания даже по отношению друг к другу, да, и тогда это тоже, эти установки, они преломляются. И каким-то образом либо, ну, сходятся, так скажем, в какой-то комплекс, какой-то общий пазл, да, и тогда, ну, как бы, единые ожидания, единые установки, ну, в целом хотя бы внешне, да, какой-то транслируется ребенку и переносится свой опыт. А когда есть какие-то сложности и проблемы, тогда, в общем-то, в основном, ну, скорее даже не трансляция каких-то своих ценностей происходит, а больше защитных реакций, да. То есть когда я, там, агрессирую или плачу, или зажимаюсь, или что-то меня не устраивает, и ребенок это видит, да, то как бы я внешне не говорил, что, там, дочка или сынок нужно делать так-то, 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 то внутренне ребенок считывает на эмоциональном, опять же, на бессознательном уровне вот эти какие-то зажимы и какие-то защитные реакции, которые также потом берет в свою жизнь. Поэтому здесь действительно возникают совершенно разные семейные сценарии, но, по сути, это действительно мой опыт, который я хотел бы перенести и через который бы я хотел видеть своего ребенка. Вот мы в прошлый раз с вами говорили о таком очень правильном и важном, важной практике, важном явлении, как осознанность. И очень часто, ну, по себе, опять же, я сужу, я воспитываю детей неосознанно. Я думаю, что сейчас вот кто нас смотрит, тоже скажет, да, я что-то, ну, что-то делаю, оно как-то само собой. Вот. А потом вдруг оказывается, что я, например, делаю какие-то послания. Вот. Вот. Ребенку, которые начинают либо разрушать его, либо, наоборот, собирать его, но чаще разрушать. Вот. Потому что иногда мой ленивый мозг, вот, который ищет самых простых и быстрых решений, принимает простые, быстрые и потому неправильные решения. Давайте скажем, какие есть, наверное, самые, может быть, страшные родительские послания ребенку. Вот маленький что-то возюкается с кубиками. И вот что я могу, неосознанно, даже не осознавая, произнеся как будто бы совсем простые слова, но заложить какую-то очень странную, страшную и угрожающую его развитию установку. Это вот как раз то самое обесценивание, которое мы тоже немножечко, да, говорили, но в другом ключе со стороны взрослых. А здесь, когда мы можем просто ему сказать, что, ну, что ты ерунду какую-то сделал, да, там, если кубики он построил, мама, смотри, папа, смотри, да, и если... Что за ерунду? Не делай, да. И эти послания, они именно не делай, не живи, там, не дыши и так далее. Но это такой психологический, если смысл брать, но, по сути... Послание не живи. Ну, это, да, да, даже так. То есть, если мы грубо обесцениваем его деятельность, но это в более узких каких-то моментах, то есть, действительно, это не осознанно, это не напрямую, да, это идет просто, ну, как бы, как может воспринять ребенок, даже так. И он может зажаться опять же, замолчать, он может больше не собирать и не показывать эти кубики. Ну, опять же, это утрировано, да, то есть, больше никогда, да, то есть, нет. Это зависит не от разового какого-то момента, а от постоянно повторяющегося. Те самые нейронные связи, о которых мы тоже говорили, да, они именно формируются тогда, когда одинаково постоянно идет вот эта модель поведения. И тогда эти послания идут со стороны, там, родителей, например, неосознанно, но постоянно. И тогда, естественно, у ребенка и формируется вот этот опыт родительский, да, он берет с собой, он берет себе и уже транслирует это в свое поведение. А вот чуть больше примеров, таких вот фразочек, установок, посланий. Ну, вот, да, как раз, значит, не, там, допустим, фу, как ты плохо сделал. Или он, допустим, что-то делает, да брось, нам сейчас нужно туда идти, да. То есть, мы не разбираем эту ситуацию, мы просто говорим, перестань, то есть, не делай, да, не делай. Не думай, да, он говорит, ты знаешь, вот у меня пришла мысль такая-то вот, или, а мне понравилась вот такая-то книжка, такой-то герой. Нет, это ерунда, не нужно. То есть, не делай. Или нет, брось, мы сейчас уходим, да, то есть, важнее то, что я тебе сейчас скажу. Дальше, ну, что еще можно? То есть, в принципе, это можно на любую фразу, да, ребенок говорит, допустим, ой, смотри, там птичка полетела, он гуляет, ему это интересно. А родитель говорит, ну, птички, ладно, давай мы с тобой повторим стишок, который в детском саду задали, да. Ну, то есть, вот на любую детскую, так скажем, инициативу, на любое детское предложение, если я сейчас, как родитель, занят, или мне кажется, что это не приоритетно, а ребенку очень важно что-то другое сейчас дать, да, потому что стишок тот же, чем птичка, или меня кто-то другой разозлил, но я замещаю, вот эта вот реакция замещения, да, защитная реакция, и начинаю на ребенка кричать. То есть, вот любое действие, которое обесценивает, да, то есть, это может восприниматься как раз ребенком негативно с точки зрения, что не делай, не думай, не, ну, вплоть до там, да, там, не живи, не дыши и так далее, да. Ну, вот не живи, я так понимаю, это когда, например, травмированные взрослые, травмированные какой-то семейной ситуации, например, папа ушел из семьи, и мама, например, начинает говорить, что я там на алтарь свое здоровье положил, воспитывая тебя, вот, я там тебя растила, я тебя поила, вот, а ты так. Да, да, да. Это вот про, мы-то говорим, мы как будто бы хотим сказать, ну, позаботься обо мне, подумай обо мне, пожалей меня, посмотри, как мне тяжело, а ребенок слышит, если бы меня не было, то маме было бы вообще отлично. Да, да. Или, зачем же я тебя родила вообще, да, что это такое? Ну, то есть, это в момент эмоционального всплеска, то есть, нам, как бы, взрослым, это понятно, почему это происходит, да, ну, то есть, я всегда говорю, вот, любой человек, который агрессирует даже, да, просто, это не то, что там, я, допустим, начинаю сразу защищаться, да, что это, я плохой, это его проблема, это у него, на самом деле, вообще про осознанность, опять же, возвращаясь, мы, наверное, все время будем так около этого понятия бродить, потому что это важное понятие, и вот как раз это про любое, любая реакция человека, это про него самого, и это как раз облегчает жизнь, это вот, ну, один, можно так сказать, лайфхак, да, говоря современным языком, человека, который хочет прийти к осознанности, то есть, неважно, если с тобой рядом находящийся ближе, дальше человек, но любую реакцию выдает, плачет, агрессирует, кричит, говорит вот такие слова, там, да, и зачем я тебя родила, ну, просто ребенок-то это не может пока сделать, это пока про нас, про взрослых, то есть, нужно понимать, что это не ты такой плохой, это проблема вот в этом человеке в самом, если он не может справиться с собой, если он не понимает, да, вот как раз мама, которая так говорит ребенку, она же, действительно, она просто уставшая, она просто выгоревшая, она просто не знает, что делать, она запутавшаяся, без мужа воспитывает, или она не знает, как подойти к этому ребенку, потому что он уже подростковый возраст выходит, а она одна, или у них не хватает материального достатка, чтобы обеспечить, то есть, причин может быть много, и человек выдает такую реакцию, то есть, про осознанность, это когда мы понимаем, что любая моя реакция, и за нее отвечаю я, ну, в частности, мой мозг, если про нейропсихологию. А что, вот если, может быть, есть какие-то открытия нейрофизиологов, что происходит на уровне физиологии с ребенком в тот момент, когда он слышит такие послания, то есть, насколько это вообще обратимо, не обратимо, или там нейронные связи какие-то рушатся окончательно бесповоротно, и все, и, в общем, мы, получается, родитель такой ходит по минному полю, он не знает, где он заложит мину замедленного действия, в ребенке она бахает, взрывается, и, в общем, ну, при таком раскладе философия child-free, людей, которые добровольно отказываются рожать, вот, она как бы вдруг становится, ну, оправдана, а то искалечу этого бедного человека, и все. Да, вот сейчас прям много хочется ответить, два разноплановых, да. Но, на самом деле, по поводу внутреннего состояния ребенка, биохимический баланс, да, он в этот момент может нарушиться, ну, как минимум, гормон стресса, кортизол выделяется, и по данным многих исследований, да, это как раз тормозит лобные доли, это про как раз осознанность, про произвольность, про мотивацию, про то, про вообще понимание, что происходит, то есть ребенок просто не понимает, и на уровне базовых каких-то телесных реакций, на уровне, там, нейродинамических каких-то показателей, это все считывается, да. То есть это биохимический баланс однозначно здесь, ну... Страдает. Страдает, да, не рушится, страдает, мысль такая возникла. Вот, дальше про то, что, что же теперь родителям делать, да, что я сейчас покалечу этого ребенка, на самом деле, здесь про формирование нейронных связей, они могут быть, идти двумя способами, либо, вот как я уже говорила, формируются постоянными тренировками, упражнениями, или постоянным, вот я капать буду тебе, зачем же я тебя родила, зачем же я тебя родила, тогда да, вот на этом уровне, тогда это и будет считываться ребенком, и, естественно, это будет формироваться такая негативная нейронная связь. Второй вариант – это когда резкая какая-то вспышка, вот отсюда формируются травмы. Это не тогда, когда постоянно, ну, это скорее стресс за длительный, да, длительный стресс, он влияет негативно. А второй вариант – это больше психотравма, когда что-то резкое схлопнулось, как правило, и отрицательное, да, ну вот когда начинают там бояться, не знаю, там насекомых, или там каких-то там пожаров, вот на какую-то ситуацию в экстренную попал ребенок, и не было плеча поддержки, и вот после этого он начинает бояться, или там какой-то улицы, да, если кто-то когда-то встретился, или собаку укусила, ну, то есть вот какая-то резкая травматическая ситуация возникла, и вот тогда резко формируется вот эта связка, и я начинаю бояться вот этой ситуации, вот этого человека, или там… Да, 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 ну да, и получается, что здесь от второго варианта формирования нейронной связи мы не можем предугадать какую-то вот экстренную ситуацию родителей, поэтому он здесь должен расслабиться, ну, условно понимать, что всякое может в жизни быть, да, и ребенку говорить, и транслировать про то, что почему вот эти вот как раз, да, ой, там пятерки все время нужны, пятерки, 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 это вот первый вариант формирования нейронной связи, то есть постоянно, если родители транслируются, ребенок начинает зажиматься и боится уже четверку получить даже, не то, что там три и два, но это вот первый вариант, а вот от второго, от резкого, да, форс-мажорного обстоятельства мы здесь ничего не можем как бы предугадать, но вернее как, мы можем учить, мы должны учить и говорить, что вот здесь аккуратнее, вот здесь вот может быть опасно, поэтому да, но не создавать вот эту постоянную, что все страшно, да, вот как раз жизнь опасна, жизнь страшна, все, потому что, ну, будет осторожный человек, это неплохо, да, будет осторожный, но на этом фоне может быстрее возникнуть эта вторая ситуация. А есть ли установки, есть ли послания родительские, которые наоборот вообще распустят ребенка, но не распустят в смысле он будет распущен, а в смысле как цветок, как бутон, он распустится, и да, и весь его потенциал высвободится, и он станет и осознанным, и вообще со всех сторон положительным. Да, конечно, это вот как раз, если первый вариант, когда мы даем негативные установки, да, это больше про обесценивание, ну, если общим словом, да, что не делай, не думай, не чувствуй, да, 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 то здесь наоборот ровно противоположное, что да, подумай, порадуйся, почувствуй это. То есть мы как раз наоборот ценим все, что нам дает ребенок. То есть мы как раз для того, чтобы его распустить, мы должны увидеть реально и понять, и почему мы сейчас очень много транслируем родителям вот эту историю понимания и нейропсихологического понимания ребенка, что вот на этом этапе вот так важно, на следующем этапе вот это важно и так далее. То есть если мы поддерживаем то, что нам дает ребенок, а если, ну, понятно, что в каком-то позитивном ключе, если он даже что-то негативное сделал, мы не начинаем сразу ругать, что проще нам, родителям, сделать. Да, нельзя это делать, все. Слово «нельзя» нам проще сказать, оно у нас вот опять на уровне, ну, такого естественного, да, там, естественной модели поведения. То есть быстрое решение. Да, это быстрая реакция, совершенно точно. Вот. Вот. А если мы там, скажем, подумай, остановись, да, или просто его вот так возьмем, обнимем, и, ну, как бы зажмем, да, что, а он там начинает плохо что-то делать, мы его зажали, обнять, мы, во-первых, тактильность дали, во-вторых, мы его остановили физически и пошептали на ушко, вот давай подумаем, что туда пойдем или не туда пойдем, а мы будем это делать или не будем это делать, а сейчас давай так или так. То есть короткие какие-то послания, но именно в нужное русло. Но для этого наша осознанность нужна. Стоп, должен сказать сам родитель в первую очередь. Вот. И вот тут хорошо, что возник этот самый стоп. Я по себе знаю. Послушаешь Тамару Анатольевну, послушаешь Татьяну Черниговскую, послушаешь Дубынину. Это я сейчас называю нейрофизиологов, нейропсихологов, людей, которые мастодонты в изучении работы мозга, структуры, функций мозга, структурно-функционального вот этого анализа. И ты как бы все понимаешь, когда ребенок, например, вот там истерит, или когда ребенок, например, унывает, или когда ребенок, например, вдруг не может справиться с эмоциями, он слишком, там, не знаю, вот столько подарков на Новый год подарили, что там не справляется психика, он становится расторможенным. Ты это все понимаешь. Но и зрители наши сейчас тоже думают, вот как хорошо говорит Тамара Анатольевна. Но у меня-то срабатывает быстрая реакция, и я, когда он начинает орать, я говорю, нельзя. И получается, что мы ребенку даем двойные послания. То есть, с одной стороны, мы говорим, нельзя, но в какой-то момент, когда я завтра буду в ресурсе, я ему скажу, давай, подумаем, я там тактильный, все-все-все дам, пройдет день, я опять ему скажу, нельзя. И вот не расшатывает ли это ребенка вот эти двойные послания? И самое главное, как у него вот считывает его мозг эти послания? Смотрите, не очень хорошая ситуация, когда мы даем противоположной реакции. И это называется непоследовательное воспитание, когда мы сегодня разрешили что-то сделать, завтра запретили. Это действительно зависит от нашего состояния рабочего, эмоционального и всякого. Это не очень хорошо. И то же самое, когда, допустим, папа разрешает, мама запрещает одно и то же действие. Вот это как раз разбалансирует ребенка, когда он просто не понимает, какая картина мира, в чем ценность, да, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. То есть вот это не формируется. Это правда, и он как раз считывает вот такой диссонанс, да, диссонанс, дисгармонию. То есть он не понимает, и поэтому начинает идти по пути, ну так, приспособленчества. Сегодня разрешили, ура, завтра нет, ну там я пусти. Ну попробую так, то есть вот дисгармоничное развитие тогда совершенно точно возможно. А когда мы с вами понимаем, что да, вот так, вот понимание – это уже полдела, да, это я хочу про поддержку вам сказать. То есть если мы рационально, разумно понимаем, это уже хорошо, это уже про осознанность. Но действительно, если это зависит от моего состояния, то есть мы просто это и говорим ребенку, мы просто это и транслируем, мы говорим, вот смотри, допустим, сейчас, ну с тем же там планшетом, телефоном, да, вот правильно, как по времени, по часам, по графику, вот и ребенок это знает, и он не истерит, потому что он знает, когда время его планшета и все. Но если, например, сегодня у нас там, не знаю, очередь в больнице, хотя тоже правильные там психологи говорят о том, что нужно с собой брать блокнот, книжечку там вместо вот этого, да, ну не оказалось или еще что-то. То есть если в целом ребенок уже знает и слышит от родителей, что сегодня я тебе даю этот планшет, или сегодня я вот на тебя сейчас поругался, потому что, и объяснив, да, что вот у меня сейчас нет сил, не потому что ты плохой, бестолковый, ну-ка я тебе сейчас, а я сейчас вот кричу на тебя, потому что у меня нет сил. Это вот помните про то, что за любой поступок, за любое действие мы сами ответственны, да, и мы это и говорим ребенку, потому что обвинять всегда, даже взрослым в общении друг с другом проще. То есть ты виноват. На самом деле не ты виноват, а я не выдерживаю. Я кричу сейчас или я эмоционирую, или я тебе даю лишний вариант планшета, который тебе нужен, а завтра я тебе его не дам. Потому что вот сейчас сложилась такая ситуация, потому что я не робот, я живой человек. А чем вот грозят двойные послания, когда вырастает уже ребенок? То есть сейчас-то понятно, он там не считывает, не понимает, а вот он вырос, стал взрослым человеком. В нем вот эти двойные послания продолжают жить, потому что, ну, эти родительские установки так или иначе определяют паттерны какие-то его поведения. Вот мы встречаем людей, и вот по каким людям можно сказать, что это люди, скорее всего, бы жили с двойными посланиями? Ну, тоже там же много факторов, трудно, может быть, сказать прям напрямую, но, возможно, это как раз вот люди, которые, ну, достаточно зависимые от других людей, которые будут как раз думать и ждать, ага, вот в этой ситуации вот от этого там можно что-то получить, а вот от этого здесь нужно приспособиться, а вот здесь вот надо поагрессировать и поманипулировать, так скажем, да? Вот, то есть они будут не свою жизнь, опять же, проживать, да? Ну, вот если в глобальном таком вот, в осознанном ключе, а больше вот приспосабливаться и идти по тому каким-то вот бонусам, которые я здесь и сейчас могу получить? Угу. Ну, возможно, да, вот как вариант. Очень интересно, очень интересно. Что касается еще родительских установок, мне кажется, ну, по крайней мере, вот я этим руководствуюсь в деле своего воспитания, взаимодействия с детьми, что нужно себе постоянно напоминать, что мы родили в мир самостоятельную единицу, которая должна как бы в идеале вырасти и отделиться, и, в общем, в открытый космос. Для этого нужно сформировать ряд базовых каких-то таких вещей фундаментальных, одна из которых, наверное, является свобода. То есть свобода выбора, свобода воли. Вот что нам говорят нейропсихологи? Вообще у нас есть свобода воли, если за все отвечает мозг? Если, да, если там определяют мой биохимический состав, если, не знаю, нехватка йода, нехватка магния, нехватка витаминов В, группы В, начинают меня определять, то где тогда эта самая свобода? Как она воспитывается, в том числе, посредством установок и посланий? Да, с одной стороны, как мы уже сказали, что вот человек, это и вообще ребенок, да, это био-психосоциальное существо, и поэтому биологический фактор со всеми там достатками и недостатками витаминов и микроэлементов, естественно, это играет роль. Но это, кстати, тоже про осознанность, если во взрослом состоянии, когда мы следим за своим здоровьем, да, и когда мы действительно этот недостаток или избыток что-то корректируем. Но с точки зрения воспитания социума, это очень важный момент, и вот эта самостоятельность, свобода, понимание, опять же, свобода и выбор, и решение, принятие решения, принятие ответственности, это в первую очередь на себя, он будет тогда, этот выбор правильно сделан, когда как раз ребенок понимает, что если я сделаю А, шаг какой-то, то должно последствия быть Б, да, предположим. И это именно тогда, когда самого раннего возраста, не тогда, когда мы говорим, сделай это, пойди туда, это нельзя, это можно. То есть мы... Черткими директивами разговариваем. Да, да, совершенно точно. Тогда мы как раз и, ну, условно-зависимую личность, да, там формируем, и самостоятельно он не будет знать, что делать. Это как раз те самые, я уже упоминала, пролобные доли, да, которые, в принципе, отвечают за мотивацию, за принятие решений, за простраивание алгоритма, раз, два, три, четыре, за следствие, то есть я прогнозирую, что будет, если я свершу такой поступок. Дальше я прогнозирую, что будет, если я свершу другой поступок и так далее. То есть получается, что мы с самого раннего возраста должны создать сначала четкую картину мира, это вот до трех лет. Именно когда мы показываем, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, что вот стул на нем сидят, это стол, за ним там едят, да, если телефон, там, соответственно, мы определенным образом там разговариваем. Вот очень интересная тенденция чуть-чуть в сторону, когда раньше по телефону, если ребенок держал, и у нас есть такая проба, у какого уха, да, он будет держать, возьми телефон, позвонил, скажи, алло, он берет и, соответственно, прикладывает к уху, там, к правому или к левому, это наша проба, наверное, психологическая. То есть сейчас, когда я кладу телефон у детей и говорю, ну, тебе позвонил телефон, возьми, ответь, он говорит, алло, или берет в руку и говорит, алло, ну, то есть так разговаривают дети, по видеосвязи, да, по громкой связи, а некоторые вот так, алло, то есть они забыли, что здесь лежит телефон, то есть часами. Это вот современные тенденции, которые вот надо учитывать, и тоже их отслеживать, насколько телефон, в каких вариантах, можно использовать, да. И вот создавая вот эту полную картину мира, и вот тогда как раз говоря о том, что вот так можно, вот так нужно, вот так желательно, вот так хорошо, вот здесь я тебя похвалю, похлопаю ладошками. То есть мы формируем целостную картину мира, а дальше, когда в дошкольном возрасте у ребенка как раз вот это хорошо-плохо, вот такие предпочтения вырабатываются, мотивационные, что сделать, там, допустим, мне, и за это меня похвалят, и за это поругают, и так далее. И мы уже даем и начинаем с ним общаться с ребенком, да. А вот хорошо, если ты так сделаешь, но тогда будет то-то, то мы проговариваем вот эти причинно-следственные связи, то есть мы учим прогнозировать уже в этом возрасте. А когда в младшем школьном возрасте, когда учебная деятельность, и когда уже мамы нет рядом, и ему приходится самостоятельно принимать решение, поговорить с учителем, дать сдачу, там, какому-то своему коллеге, коллеге, да, обидчику, да, и так далее, однокласснику. И получается, что вот тут сложности возникают, и мы должны поддержать именно в беседах, в разговорах, в обсуждениях. И все это, как сейчас тоже модное понятие, эмоциональный интеллект, то есть как раз, когда мы должны понять состояние другого человека, учительницы или одноклассника, и свое. И вот тут уже выбор вот этот самый возникает в младшем школьном возрасте, и тем более в подростковом, и дальше, уже тренировка, уже воспроизведение этого выбора. Насколько я могу. Ну и, естественно, негативный опыт, который здесь возникает, мы просто как поддержка должны это дать. Ох, Тамара Анатольевна, спасибо огромное. На сегодня тоже все. Очень многое осталось за скобками, но еще и еще раз проговорим, что Тамара Анатольевна выступает у нас сейчас в храме Святой Татьяны с лекцией недели через три. Вот, поэтому следите, вы можете войти в группу Татьянинцы в социальной сети ВКонтакте и отслеживать объявления о предстоящих лекциях. Тамара Анатольевна, спасибо огромное. В следующий раз, дорогие друзья, мы поговорим с вами о том, почему современный ребенок скучает, устает и истощается, и как это преодолевается. «Сохрани вас Господь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова